1919 год. Гомель недавно вызвали на от войска в Казировской Германии. У людей часто не хапает самого необходимого. И у таких умовах городский совет прямая решение о подкрытии народной консерватории. Зараз это детская музыкальная школа мастерства номер один имя Чайковского. Это факт еще одно подтверждение. Пытанием культуры у Гомеля завсюда надавалась самая пильная увага. Сучасность не выключением. Сегодня у Гомеля открыт из выше 10 детячих школ областей. Городские молодежные и областные драматические театры. Працуют библиотеки и картинная галерея. Музей военной славы и музей города. До этого можно додать фестивали «Сожский карагод» и «Веселка талентов», международный конкурс «Музыка надеи» и форум классической музыки. И никто не скаржится на незапотребованность сбоку гомельчан. Чому есть логичное тумачение. Анализируя очень многие годы, ты видишь и понимаешь, как люди тянутся к искусству, как люди тянутся к культуре. Ведь сегодня это и досуг, это и свободное время, это и формирование личности. Почас состречи информационной группы гомельского гарвоконкама с работниками культуры, размолы идя об социально-экономичном развитии города, вытворчестве продукции, знешноэкономичной деятельности, будовництво жиле и дорог, и безумовно непосредна культура, на развитие якой только летость выдаткована на маль 90 миллиардов рублей. От потребки этой галины у гомельским гарвоконками не отмывляются далей, але лечить метазгодным, больше активно притягивать позубюджетные, у темняку спонсорской сродки. Сорчиня городского выконавшего комитета Петр Кириченко не утуевая, экономичная ситуация не простая, и культура так само может унести свой уклад у ее полеобщения. Малого нарыться досягнутым, необходно зарабить эти поспехи основой для туристичной притягальности города, подкресливая Петр Кириченко. Новые времена, новые веяния и подходы новые. Турист, который приезжает, особенно если это зарубежный турист, он не только хочет просто отдохнуть, он хотел бы познакомиться и с культурой, с бытом народа, страны, куда он приехал отдыхать. Ведь мы с вами тоже делаем то же самое, когда приезжаем, условно говоря, в Египет, в Турцию или куда-то еще, в Западную Европу.